здравствуйте дорогие друзья ребята мы продолжаем работать над вашими прекрасными вопросами обязательно пишите под видео в комментариях все вопросы которые вас интересуют мы читаем каждый разбираем каждый будем отвечать вот в таком видео формате на каждый вопрос ребята сегодня у нас замечательный замечательный и интересный вопрос о чему раша феева который он написал на платформе instagram на который кстати я вас призываю подписаться ссылка будет внизу тимур спрашивает как поступить в тот момент когда меня приглашают на корпоративный ивент например или на день рождения или на какое-то социальное событие но процесс приема пищи проходит до окна моего открытия когда меня приглашают в гости и все хотят тебя угостить кусочком чего-то вкусного и говорят почему ты не ешь ты что особенный вот это вопрос от тимура что делать чтобы остальные люди не чувствовали дискомфорт вокруг тебя когда ты не ешь а все остальные прям нормально так кушать огромное вам спасибо тимур поехали разбираться и перед тем как я отвечу на этот вопрос ребята у нас стартовал набор в наш пг марафон версии 2.0 что такое пг марафон под моим чутким руководством ссылочка здесь обязательно смотрите и отправляйте ваши заявки как это сделать ссылка будет внизу а мы возвращаемся к вопросу поехали тимур огромное вам спасибо за ваш вопрос вы знаете ощущение и обособленности будет возникать я думаю в первый год наверно практике пг вы знаете самое сложное это даже не корпоративные ивенты самое сложное это бабушки когда ты приезжаешь и говоришь бабушка вот твои два внука она говорит ой какие хорошие съешь оладушек это такой бабушка спасибо она такая ты что вы не уважаешь она ешь оладушек вот это тимур самое сложное я вас прекрасно понимаю и в этой ситуации нам нужно прийти к одному очень важному умозаключению тимур когда вы приходите на какой-то ивент когда вы приходите на какое-то событие мероприятие день рождения и еще не время вашего открытия вы плюете на ваше время открытия и кушаете тимур мы живем в социуме с вами и мы должны соответствовать иногда каким-то критериям которые ну скажем так не обидят окружающих людей особенно на корпоративах когда очень важно проявить чуткость и очень важно проявить вопросы такого демократического подхода когда например начальство или например когда люди с которыми ты должен общаться потому что ты должен с ними общаться или например ты идешь на день рождения долгожданный и ты такой сидишь о боже мне нужно открыться 8 вечера а еще только 7 30 хрен с ним тимур вы же человек в первую очередь и почему я так люблю пг потому что это абсолютно гибкая схема которая ну раньше вы открылись на два часа на три часа на 4 ну и фиг с ним откройтесь получите удовольствие уже не каждый день ходите на какие-то корпоративные вечеринки или на дни рождения вы приходите вы выбираете чистые здоровые продукты вы кушаете а корпоративы хорошо тем что там всегда есть безлимитная красная рыба вот так вы кушаете вы получаете пользу и вы получаете удовольствие вы не каждый день открываетесь раньше но я вам скажу почему люди пытаются вас постоянно накормить вас люди пытаются постоянно накормить потому что человек как я уже сказал это социальное существо которое на протяжении столетий тысячелетий и сотен тысяч лет эволюции человека процесс разделения пищи был процессом социума социальным процессом вы был процессом общения даже без слов это своеобразное укрепление отношений между людьми и еда имеет намного больше смысла нежели просто процесс насыщения еда это психологически очень тонкий момент и нужно это знать и учитывать поэтому нельзя всегда гнуть свою линию и говорить нет я не буду есть это может обидеть человека и в тех случаях когда вы можете объяснить все лучше когда вы можете просто выпить кружечку чая или чашечку кофе вы это делаете но в тех случаях когда вы чувствуете что если вы пойдете в жесткий отказ это может сыграть не в вашу сторону вы не делаете этого поверьте наша тема периодического голодания она пробивает потолки она развивается она продвигается вперед и они узнают все больше и больше людей потому что это абсолютно природный естественный способ питания и образа жизни и допустим через несколько лет когда вы уже не будете чем-то невероятно диковинным обладать когда вы скажете а я не кушаю потому что я на пг а окей не вопрос а у меня уже окно настало я уже могу вот это время настанет но пока нас еще мало пока мы в диковинку и на нас иногда смотрят как на какую-то жесткую дичь старайтесь просто соблюдать правила социального поведения но при бабушках и при дедушках я вас прошу пожалуйста образовывайте их пожалуйста рассказывайте им говорите им о том что это полезно для здоровья и это будет самое сложное объяснить бабушке почему вы не кушаете и оладушки или блинчики и это будет намного сложнее чем объяснить директору вашей фирмы почему вы с ним сейчас не сидите и не кушайте бутерброды с красной икрой или с какой-нибудь копченой колбасой в общем ребята огромное вам спасибо за то что вы задаете эти прекрасные вопросы тимур подводя черту вы стараетесь всегда демократично вести себя в процессах приема пищи вы знаете что прием пищи это не только насыщение это еще и социальный фактор вы знаете что вы стараетесь вашим родителям вашим бабушкам дедушкам и близким помочь осознать зачем вы это делаете вы образовываете людей и подаете им всегда свой личный пример вы никогда не заставляете людей не есть или заставляете людей понять почему вы не едите потому что это для них будет тяжело вы подаете своим примером вы становитесь стройнее вы становитесь выносливее здоровее вы говорите не словами вы говорите поступками и тогда когда вы будете стройным красавчиком который может пробежать двадцатку которым вы может быть сейчас и являетесь уже люди будут на вас смотреть и брать с вас пример и питать информацию которую вы будете доносить даже невербально. И они будут принимать ПГ уже не в штыки, они будут принимать ПГ не как что-то такое из ряда вон выходящее, а как невероятный потрясающий инструмент, который позволяет делать все те вещи, которыми вы уже обладаете. Поэтому все постепенно и ваши коллеги, и ваше начальство, и ваши родственники все узнают о ваших привычках и убеждениях в питании. И по итогу все равно все приходят к одному тому же ему заключению, что завтрак нужно отодвигать. Спасибо вам огромное, Тимур, за этот потрясающий вопрос. Ребята, продолжайте писать ваши обалденные вопросы, как у Тимура, внизу в комментариях. А мы с вами работаем и увидимся уже завтра на канале с очередным вопросом. И мы двигаемся только вперед!